Чтобы помнили, интерес к истории своей семьи, народа, страны, уважительное отношение к прошлому необходимо воспитывать с детства. В Чебосарском детском саду номер 185 нашли очень интересный способ рассказать малышам о героическом подвиге строителей сурского и казанского оборонительных рубежей. Кстати, это один из детсадов Чувашии, который вошел в российский рейтинг лучших дошкольных образовательных учреждений. Есть такие события, которые не стираются из памяти народа, а наоборот, их восприятие с каждым годом становится все острее. Среди них и подвиг тех, кто встал на защиту Родины во времена Великой Отечественной войны на фронте и в тылу. Ольга Леонтьева, педагог-психолог столичного детского сада номер 185, рассказала юным воспитанникам о строительстве оборонительных рубежей с помощью песочной анимации. Когда ваши дедушки, прадедушки были совсем еще молодыми, в Чувашии развернулось масштабное строительство обороны, то есть защита от врага, потому что враг был очень близко. Дети с интересом слушали о строительстве линии обороны и даже сами учились рисовать. Мы сегодня увидели, как рыли сурский рубеж. Если бы танк проехал, он упал. Сурский рубеж и дальше бы не проехал. Сурский рубеж был 2 метра глубину, а ширину 6 метров. Подобные занятия, по мнению педагогов, важны в восприятии любых тем, особенно касающихся истории нашей страны. Тема трудового подвига строителей оборонительных рубежей достаточно сложная для детей, и мы искали пути преподнесения этой темы. Вспоминая свое детство, свои игры с песком, я нашла способ, песочная анимация, с помощью которой могу отвечать на вопросы детей, развивать современных детей, чтобы им было не скучно и интересно. Мы считаем, что очень важно воспитывать у дошкольников чувство патриотизма, гордость за трудовой подвиг своего народа. Такой наглядный урок истории для самых маленьких – лишь часть большого плана на год памяти строителей сурского и казанского оборонительных рубежей. Сейчас идет разработка методических рекомендаций по проведению открытых уроков трудовой подвиг строителей сурского и казанского оборонительных рубежей. Они пройдут в школах республики в мае. Помимо этого запланировано большое количество конкурсов творческих работ, сочинений и викторин. Ульяна Пятакова, Бахтияр Віліїв, Республика.